МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фундаментальными причинами изменения курса рубля служат как внешние факторы, изменение цен на нефть и колебания основных мировых валют, так и внутренние, в первую очередь, госдолг и величина бюджетных расходов. Снижение цен на нефть при одновременном росте бюджетных расходов будет подталкивать власть Российской Федерации к девальвации рубля, чтобы сбалансировать бюджет, доходная часть которого традиционно сильно зависит от валютной нефтегазовой прибыли. Рост цен на иностранную валюту, а в частности доллара и евро, само собой влечет за собой и подражание различного рода товаров на российском рынке. Текущие ситуации в экономике по-прежнему нестабильные, и это связано со снижением инвестиционного спроса, сохранением геополитической напряженности, ухудшением доступа к кредитным ресурсам. Основной фактор роста цен, по мнению специалистов, – введение санкций. В следующем году вряд ли удастся переломить негативную тенденцию динамики инвестиционного спроса. Остается лишь надеяться, что хоть динамика инвестиций будет отрицательной, падение несколько снизится. При этом торможение роста реальной заработной платы и снижение темпов роста потребительского кредитования указывают на то, что и темпы роста розничного товарооборота и платных услуг будут также снижаться. В этом уже успело убедиться рязанское бизнес-сообщество. Русский человек, как известно, любит встретить новогодние праздники с размахом. Еще лучше, если это получится сделать под египетскими пальмами. Путевки за границу в преддверии праздника, как правило, разлетаются подобно горячим пирожкам. В этом году спрос на туры значительно упал. На самом деле география не изменилась, зимняя география. Как летали, так и летают и в Таиланд, и в Египет, и в Доминиканскую республику, и в Мексику. Просто это все превратилось в очень уменьшенные формы. В пять или, может быть, даже в десять раз уменьшился поток. Я не могу судить по всему городу, но считаю, что поток туристический в Рязани на сегодняшний момент уменьшился на ноябрь или на декабрь месяц примерно на 50%. Причем сами путевки практически не подорожали. Просто наличную валюту приходится покупать в меньших количествах. А значит и на развлечениях, и на сувенирах, как бы грустно это ни звучало, придется сэкономить. Ведь 500 долларов в прошлом году обошлись бы нам в среднем 18 тысяч деревянных. Тогда как сегодня та же сумма в американской валюте выльется нам в небывалые 28 тысяч рублей. Как только осенью начались обвальные крахи различных туроператоров, московских и питерских, люди перестали обращаться в туристические фирмы по причине страха. Просто купил, но не полетел. Поэтому резкое снижение продаж уже мы наблюдали в сентябре-октябре. А с октября месяца, когда начался резкий курс и доллара, и евро, и он до сих пор не прекращает свой рост, Люди просто боятся купить путевку и поехать на курорт, и, скажем так, получать услуги уже не по привычному нам 33 рублям за доллар, а по 100 рублей за доллар. Я считаю, что именно в этом уже страх у людей возникает. А туристический рынок, плюс ко всему, переживает сильный спад из-за политической обстановки в стране, из-за, не знаю кем придуманной сильнейшей экономической ситуации в стране. Все это связано и с войной, наверное, на Украине, и с всевозможными санкциями по отношению к нам. Плюс ко всему, я думаю, что это происходит не первый раз. Это уже было и в 1998 году в кризис, и в 2008 году в кризис. И закрывались туристические фирмы просто не с таким сильным грохотом, скажем так, и не в таком количестве. Их просто было меньше. Любая туристическая путевка за пределы Российской Федерации расценивается в долларовом или евровом эквиваленте. Естественно, если евро превратится в какую-то астрономическую сумму, то и туристический пакет превратится тоже в какую-то сумму, которая неподъемна обычному потребителю. И туризм за пределы Российской Федерации станет уделом богатых и обеспеченных людей. Если одни не рискуют тратить деньги, то другие, наоборот, не хотят эти самые деньги терять. Посему принимают решение свои кровные вложить. Во что – вопрос второстепенный. Сбережения идут как на золото и недвижимость, так и на автомобили. На данный момент спрос на автомобили достаточно активный. И в последнее время наблюдается увеличение спроса на автомобили. Я думаю, что это связано с курсом евро и доллара. Клиенты напуганы тем, что автомобили будут дорожать с 1 января. И некоторые марки автомобилей уже подорожали. И основной момент – это в том, что в некоторых дельских центрах города Рязани цены, которые раньше всегда фиксировались при предоплате за автомобиль, сейчас такой услуги никто не предоставляет. И стоимость автомобиля не фиксирует. Поэтому люди напуганы. И люди, клиенты приобретают автомобили из наличия, оплачивая их 100% и забирая, вкладывая таким образом свои денежные средства в автомобили. Купить лишь ради того, чтобы купить. Ведь вспоминая былые времена, страшно представить, что на деньги, которых вчера хватило бы, например, на тот же автомобиль, завтра можно будет купить, скажем, телевизор. К слову о телевизорах, бытовая техника сейчас также пользуется большим спросом. Мы видим разные вещи. То есть, в общем-то, бывает, что люди приходят, спокойно понимают, что не выбирают. Бывает, люди набегают, после очередного скачка дорого начинают все скупать. Ну, ситуации бывают разные. Если уж толпа приходит, как говорится, то он начинает делать дорогие покупки. Ну, а дорогие покупки – это, я не знаю, ноутбуки, планшеты, смартфоны, телевизоры. То есть, такое тоже бывает. Очевидно, что у крупных сетей есть какие-то товарные запасы, которые куплены были некоторое время назад. Есть какие-то договоренности. Поэтому я думаю, что ряд техники, ну, объективно, не должен в цене вырасти, потому что ему не из чего расти. Вот. Особенно тот, который в запасе. Понятно, что какие-то свежие, какие-то популярные позиции, недавно закуплены, но они будут, безусловно, по новой цене. Это данность, от этого никуда не денешься. Просто с этим надо жить, там, если хочешь купить себе и радоваться жизни. Что будет с ростом цен в 2015 году? Будет ли инфляция снижаться или же мы увидим новый ее виток? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть, что происходит с экономическим ростом и какие факторы могут повлиять на цены в следующем году. Сейчас в России наблюдается сравнительно слабый экономический рост. За первые полгода 2014-го экономика выросла всего лишь на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2013-го года. Соответственно, и улучшения ситуации к концу этого года мы с вами не увидим, а это предпосылка для снижения инфляции. Известно, что при слабом экономическом росте цены тоже замедляют свой рост. Так, например, случилось в России во время предыдущего кризиса 2008-2009 годов. В России заметную долю роста цен обеспечивают естественные монополии. Существует определенная оценка, указывающая на то, что до половины инфляции – это следствие роста цен естественных монополий, то есть рост цен на топливо, транспортировку, газ, воду и так далее. Никакой информации о том, что рост тарифов и естественных монополий будет приостановлен в 2015 году, нет. Так что этот фактор, играющий на рост цен, останется в следующем году заметным. Мы вновь увидим рост цен на бензин и воду, а следом за подорожанием инфраструктуры вверх поползут цены и на продукты в магазинах. Новость, которая стала известна только недавно. Сейчас рассматриваются две непопулярные меры. Первая – это введение налога с продаж. Вторая – это повышение НДС с 18% до 20%. Весьма вероятно, что будет принято одно из двух решений. Также стало известно, что Владимир Путин поддержал предложение о введении налога с продаж в размере 3%. Это необходимо, чтобы сбалансировать бюджет страны. Но догадайтесь в трех раз, к чему приведет новый налог. Если бизнес работает с небольшой накруткой, то у него нет резервов для сдерживания цен. Поэтому появление такого налога подогреет инфляцию. В итоге мы можем ожидать роста цен не менее 7% по итогам 2015 года. То есть шансы, что инфляция резко снизится, в обозримой перспективе можно оценить как низкие. Но есть одно важное замечание. Ситуация в экономике меняется столь быстро, что строить долгосрочные прогнозы становится очень тяжело. Существует вероятность, как снижение роста цен, так и их повышение мы будем следить за событиями. Специалисты, между тем, торопятся успокоить граждан. Мол, резкого скачка цен на товары личного пользования не предвещается. Но чтобы нас не ждало в ближайшие годы, как бы ни складывалась экономическая ситуация в нашей стране, не стоит забывать простую истину. Мы, русский народ, сильный и непреклонный, ни перед какими трудностями. Пережить очередной кризис для нас расплюнуть, так что ничего страшного и неожиданного нам не грозит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова